400 семей региона улучшили свои жилищные условия. В прошлом году в 15 многоквартирных домах города Нарьинмара и поселка Искателей провели капитальный ремонт. Как пережили зиму в новых условиях, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Жители дома номер 11 по улице Угольная страдали от постоянных протечек крыши. Будь то дожди или таяния снега, вся вода попадала в помещение. Ремонтировали точечно, где протекает там и латали. Однако ничего не помогало. Крыша была из шифера. Латание отдельными листами приводило, давало небольшой эффект, ненадолго. И постоянно опять крыша текла из-за снега. Снег с крыши съезжал, ломало вот эти подъезды. Постоянно все протекало там. Постоянно делали косметический ремонт. Сейчас сделали нормальный, серьезный ремонт. Заменили шифер на черепицу. Сделали, во-первых, красиво. Во-вторых, качественно. Крыша не протекает. Сделали перекрытие, все утеплили перекрытие. Ну, на самом деле, все по технологии, все красиво и эффективно. Сейчас соседи, никто не жалуется по поводу протечек крыши. И надеюсь, это весна. К тому подтверждение будет. По программе капитального ремонта здесь был проведен капитальный ремонт крыши. А также утеплено чердачное перекрытие. Те же самые работы провели и в доме номер 3 по улице 60 лет СССР. По крайней мере, здесь была замена коммуникаций. Это плюс, главное, то, что стало теплее в домах. Второе, замена кровли произошла. То есть никаких капелей больше, протечек и так далее избавились. И, получается, здесь была замена утепления чердака, чердачного помещения. То есть в квартирах стало гораздо теплее. Также тепло пришло в дом номер 11 по улице Меншикова. Здесь утепляли фасад. Уютно сделали. Инженерку тоже сделали, так сказать, организованно все было. Не особо страдали жители. Хотя, конечно, все приходилось разбирать, отодвигать. Ну, а сейчас, когда уже все сделано, так в прошлое все позади. Все спокойно. Вот мы уже год прожили, потому что мы как бы тот год не считаем, потому что у нас зимой, как говорится, делали все. А вот так тепло. Даже ядок, например, даже не прибавляю. У нас сейчас сделаны батареи очень хорошо. Можно прибавить, можно убавить. Так я даже не прибавляла. Даже зимой не прибавляла, потому что температура была хорошая. Жители относятся к капитальному ремонту очень хорошо, потому что чувствуют после него плюсы, которые происходят. То есть устранение протечек кровли, например, либо более теплое стало помещение внутри после ремонта, обшивки, например, здания. Также один из плюсов программы капитального ремонта – в случае обнаружения недочетов их исправляют в кратчайшие сроки. Региональный оператор, так же, как и подрядная организация, в рамках жилищного законодательства несет гарантийные обязательства за качество тех работ, которые были выполнены. То есть если собственники или управляющая организация обнаружит какие-то некачественные работы, они обращаются к нам, и мы разбираемся в ситуации, ищем причины, и подрядная организация устраняет эти недостатки. К слову, в приемке работ по капитальному ремонту в обязательном порядке участвуют представители собственников помещений, органов местного самоуправления и управляющих организаций. По поручению губернатора работы по капитальному ремонту были синхронизированы с работой по текущему характеру. То есть управляющие организации после капитального ремонта проводили косметический ремонт подъездов. В целом в прошлом году улучшили условия своего проживания порядка 400 семей. В 2021 году по программе капитального ремонта отремонтировали 15 многоквартирных домов общей площадью 24,3 квадратных метра. Стоимость выполненных работ составила 112 миллионов рублей. Из них за счет средств собственников – 28 миллионов. Из окружного бюджета – 84 миллиона рублей. На 2022 год запланировано отремонтировать 18 домов в городе и поселке Искателей.